На тему тех очень частых писем, когда к нам приходят, и письма звучат так «Помогите, мой сын стал наркоманом». Мама понимает, что спустя пять лет мальчик стал наркоманом. Не слушается. Проблем масса. Ну, вижу две проблемы, которые могли привести к таким результатам. Первая, более глубинная проблема заключается в том, о чём мы говорили с вами в прошлый раз. О том, что Господь открыл ещё пророк Моисею. Ту закономерность, по которой дети страдают за грехи родителей. То есть, фактически, речь идёт о передаче некой духовной наследственности. Безблагодатности родителей. Очень часто современные родители, будучи ещё неверующими, не знающие заповеди Божьи, много грешили. И блудом, и абортами, и оккультизмом, обращением к годанкам, бабкам. Заговоры сами говорили, или кого-то просили читать эти заговоры. Всё это в результате отразилось на их детях, которые были зачаты до того, как они вернулись в лоно церкви. И вот эти страшные смертные грехи, и блуда, и убийства, особенно аборты, очень сильно воздействуют. Очень сильно. Я просто знаю множество примеров, когда дети, которые были зачаты в браке, нормальном, законном браке, были абсолютно здоровы психически, и выросли хорошими верующими людьми. И в той же семье после аборта рождался ещё ребёнок, который кардинально отличался от всех прочих детей, которые были до этого, до аборта. И он был вообще не внешне даже, хотя это уверенствует сто процентов, что это их ребёнок, этих родителей. Ни духовно не был похож ни на родителей, ни на их детей предыдущих, то есть его братьев и сестёр. Потому что он родился после смертного греха аборта. И я это пронаблюдал очень много раз. И убедился, что после абортных детей, они страдают очень и очень сильно. То есть этот грех каким-то образом ложится на последующих детей, которые были рождены после того, как были убиты предыдущие их братья и сёстры. Колдовство, магия, оккультизм, всё это обращение к нечистой силе. И демоны, которые входят в людей через оккультиста, мага, колдуна, астролога, они в очереве матери могут вселиться в ребёнка. Этот демон будет сидеть довольно тихо до определённого возраста. Как правило, до возраста, как мы говорим, полового созревания, до пубертатного возраста. А потом набирают такую силу, что уже удержать этого ребёнка практически невозможно. Второй вариант. Когда ребёнок привыкает с родителями с детства ходить в храм. Его водит мама, бабушка иногда и папа, если он верующий. Они берут с собой ребёнка, пока он маленький, он просто не представляет, как можно жить без родителей. У него нет альтернативы. Он настолько связан с родителями, что он будет делать то, что делают они. Если они идут в храм, он, естественно, будет вместе с ними, малыш, сидеть в храме, где-нибудь на скамеечке или на руках. И будет причащаться, будет целовать иконочки, будет креститься, все будут умиляться. Потом он будет алтарничать. Он будет знать наизусть 50-й псалом, начало утренних молитв. Это вот мне рассказывали родители очень часто. Вот такой хороший был мальчик, так любил храм, целовал иконочки, все умилялись. Он знал наизусть 50-й псалом. А в 14 лет сказал, знаете что, родители, если вам нравится ходить и с бабками стоять в церкви, пожалуйста, ходите. А все мои друзья ходят на дискотеку, и я больше с вами не пойду. Я пойду на дискотеку. И сделать они уже ничего не могут. Причина вторая заключается в том, что пока ребенок мал, он выполняет волю родителей, потому что он себя не отделяет от них и не может иначе. Но поскольку они просто водили его, может быть даже учили в воскресной школе, в которой ничего более, как рассказы о праздниках, воспринимаются детьми, которые мне сами в взрослом возрасте об этом рассказывали, как сказочки про Деда Мороза. Все же понимают, что Деда Мороза нет, но когда ребенок мал, в 3-4 года, он верит в существование Деда Мороза, который принесет ему подарки. Когда он вырастает, он понимает, что это милая сказка. Она ему нравится. Но это сказка, он ее не воспринимает всерьез. То есть, воскресная школа и родители не сформировали у ребенка сознательного христианского мировоззрения. То есть, такого воззрения на мир, когда все события мировой истории, экономики и политики, личностных отношений, проблем добра и зла, жизни и смерти, не объяснены глубоко с христианской точки зрения. Очень часто я спрашивал детей, взрослых уже детей, по 15-16 лет, детей священников, сыновей священников, скажи, пожалуйста, каков смысл твоей жизни? Для чего ты пришел в этот мир? И этот ребенок уже почти скоро взрослый юноша мне говорил, а я не знаю. Это сын священника не знает, а что говорить о других? Совершенно не сформировано мировоззрение. От того, что он знает несколько молитв на Иисус, так у ребенка память, пока он мал, не забита массой информации, информации. И поэтому он легко запоминает молитвы. Родители этому умиляются, но он не понимает ничего. Для чего нужно причастие? Для чего нужны молитвы? Для чего нужно время тратить, стоять, утруждать свои ноги в храме? Он этого ничего не понимает. Просто так делают родители, и он так делает. А когда он вырастает, и он не находит никаких ответов, он не понимает, а почему надо воздерживаться? Вот мне хочется мороженое, и все едят, вот идут по улице мороженое, а мне не дают родители, говорят, сегодня пятница, постный день. А зачем мне этот постный день нужен? Зачем мне стоять время тратить в храме, два часа или три часа на всеночном денье, когда я мог почитать книжку, посмотреть телевизор, сходить к друзьям, поиграть в компьютерные игры, сходить на дискотеку, это намного интереснее, веселее и легче, чем стоять в тёмном храме, где большинство всё-таки женщины, тем более такого уже пожилого возраста. А я молодой, зачем мне там быть? Так вот, вторая проблема – родительское воспитание. Воспитание отрицательное, которое даётся часто в воскресных школах. Рассказываются какие-то вещи, которые ребёнок, чуть вырастая, принимает за басни. Однажды мне пришлось разговаривать с детьми, которые закончили православную гимназию в Москве, одной из лучших. Как вы ходили в храм? Ну, мы обязаны были ходить в храм, у нас это было положено, нас водили строим в храм. И как вы это воспринимали? Вы ответный вопрос ко мне. Вы были комсомольцем когда-то? Я говорю, да. В школьное время был комсомольцем. Вы с удовольствием ходили на комсомольские собрания? Ну, вопрос риторический. Просто загоняли всем классом. Так вот, так же мы ходили на эти службы. То есть, дети вышли, и никто из этих детей не стал священником. И никто из них сейчас не ходит в храм. Как только они вышли из этих гимназий, большинство из них стало жить той же самой жизнью, какой жили их неверующие сверстники. Но те ничего не знали, а эти знают много. И тем не менее, у них не сформировано христианское сознание, и они продолжают жить мирской жизнью, но спрос с них будет намного выше, потому что они знают и делают достойное наказание. Ну, и хотел бы подтвердить свои слова о том, что грехи родителей очень сильно отражаются на детях, когда они вырастают особенно. Вспоминается мне житие удивительного старца. Я бы советовал многим почитать его житие. Это старец Иона Киевский, который умер не так давно, в 1902 году. Старец, который обладал всеми дарами Святого Духа, и особенно прозорливостью. Прозорливость у него была феноменальная. То есть он знал практически всё про всех. Люди к нему приходили, а он уже знал и как они зовут, и с какими они проблемами пришли, и что у них творится дома. То есть это был совершенно уникальный человек. Даже среди святых и прозорливых таких не так много было. Так вот, вспоминается мне случай из жития Иона Киевского. Пришли к нему пожилые родители, муж и жена. Плачут и рыдают. Что стало с нашим сыном? Начал выпивать, ему за 30 уже, у него семья, дети. Начал выпивать и бьёт нас, родителей. Не знаем, что делать, не можем успокоить его. А был в детстве такой хороший, ласковый мальчик. Так мы его любили, и сейчас просто озверел. А старец задаёт отцу вопрос. А ты помнишь, когда ты его зачал? Батюшка, ну это же было более 30 лет назад, я не помню. А я тебе напомню. Это была страстная пятница. Великий пост. Ты не нашёл другого времени до этого? Вот поэтому твой сын сейчас таков. Вот, пожалуйста, вам подтверждение. Старец этих двух супругов видел впервые в жизни. И то, что они не помнили, он им напомнил по откровению от Духа Святаго. И причина того, что стало сыном во взрослом возрасте, что он стал безноватым, стал пить, стал бить родителей, оказывается, была в том, что они, будучи христианами, и знали, что такое Великий пост, тем не менее, не удержались и нарушали врачной жизни вот постановление Святой Церкви. И Великим постом зачали ребёнка. Причём, страстную, седмицу. И вот, если мы посчитаем от дня рождения какого-нибудь человека, у которого всё идёт шиворот на выворот, девять месяцев примерно, и посмотрим, очень часто мы увидим, что он был зачат каким-то постом. или Рождественским, или Великим, или Петровым постом, или Успенским постом. И это тоже накладывает определённый отпечаток. Таким образом, как я уже сказал, последствия грехов родительских отражаются на детях. Какое последствие? Главное. За грехи родители теряют благодать. И зачинают ребёнка, передают ему, зачиная ребёнка, передают своему сыну, своей дочери, только то, что имеют сами. Если благодати у них нет, то они ничего и не передадут. А если она есть, как это было, например, у родителей Иоанна Предтечи, о котором сказано, что от чрева матери был исполнен Духа Святого, это сказал Архангел Гавриил, отцу его, что родит твоя жена сына, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей. Мы смотрим на родителей, Николая Чудотворца, глубоко верующих, благочестивых родителей. Вот мы видим, кого они родили. Мы посмотрим на родителей Василия Великого. Мы посмотрим на родителей преподобного Сергия Радонежского, схемонахов Кирилла и Марию, прославленных нашей церковью. И таких на родителей пророк Самуила, и так далее, и так далее. Мы можем продолжать этот список. Но мы увидим, что родители, которые накопили благодать Духа Святого, стяжали благодать Духа Святого своей благочестивой жизнью, милосердием, любовью к ближним, вот они и передавали то, что они накопили. И рождались у них дети, которые были освящены от чрева Матери Своей. Насчет Сергия Радонежского все вы помните хорошо, что когда шла Божественная Литургия, а мамочка была на сносях, он прокричал еще во чреве Матери на Херувимской трижды, когда священник воздымал руки и обращался к Богу, а не с послания Духа Святого. И младенец трижды то же самое делал во чреве у Матери, прославил Бога. То есть он был освящен от чрева Матери Своей, Духом Святым. Но так же точно можно получить и Духа Бесовского, тоже от чрева Матери, за грехи. Почему? Потому что, если мать совершила смертный грех, например, смертный грех, блуда или убийства предыдущего младенца, то в нее вошел Дух нечистый. И во чреве ее войдет он и в младенца, которого она зачала. Вот это будет проблема. Как только он подрастет, с ним начинаются страшные изменения в худшую сторону. И вот мама пришла ко Христу. Она уверовала. А сын начал пить или стал наркоманом, или стал блудником. Что надо делать? Конечно, мать в отчаянии. И, конечно, каждая мать хочет здесь и сейчас получить быстрое исцеление. И вот они бегают по старцам, которых сейчас фактически нет. пытаются просить чьих-то молитв. А ребенок, тем не менее, продолжает жить своей греховной жизнью. Мать начинает отчаиваться, рвать на себе волосы, биться головой о стенку и впадает вот в состояние страшного уныния, которое абсолютно непродуктивно и ведет, наоборот, к еще худшему состоянию и матери, и сына. Здесь, во-первых, нужно осознать причину. Конечно, скорее всего, если мать пришла ко Христу искренне, она давно уже покаялась. Но нужна еще и епитемия, надо замаливать этот грех. И не ожидать, что это быстро может исцелиться. Это затяжной процесс, он может идти вплоть до до конца жизни родителей. И я знаю случаи, когда исправление ребенка последовало уже после смерти родителей, которые молились за этого ребенка, но не увидели результатов в своей жизни. при этом не отчаивались, продолжали молиться до смерти. И только после их смерти, чудом Божьим, я знаю такие случаи, этот ребенок приходил ко Христу или возвращался, если когда-то знал его, и становился православным христианином, переставал пить, переставал наркоманить. Но это десятилетия духовной работы родителей, которые замаливают и добрыми делами закрывают свои прорехи, свои грехи. Быстрого исцеления ожидать не следует. И это громадная работа родителей. Отчаиваться тут ни в коем случае тоже нельзя. Это худший вариант, он ни к чему не приведет. Надо просто спокойно работать и сказать себе, буду молиться, пока дышу, пока меня ноги носят, буду ходить в храм, буду просить всех молиться о своем ребенке, я имею в виду не всех подряд, на улице, например, о тех местах, где ты бываешь в паломнических поездках, всегда подавать на сорокаусты, на неусыпаемый псалтирь, на годовую и так далее. То есть просить молиться в монастырях, в храмах и самим, конечно. Менять жизнь кардинально. Если родители не поменяют жизнь, если они не станут истинными христианами, они не смогут вымолить своего ребенка. А ждать быстрого исцеления, чтобы кто-то за них это сделал, какой-то старец вдруг раз, два, три, как старик Хатабыч, помните, вырвал из бороды, у меня тоже борода седая, вырвал, значит, волосочек сказал крекс-пекс-фекс или что-то подобное, и конфеты повалились с неба. Целые тонны. Такого ожидать не следует, этого не будет. Значит, я повторяю, нужна длительная работа, в первую очередь, над собой и одновременно постоянная молитва за своего заблудшего ребенка. Молитвами Святых Отец Нашим Господи Иисусе Христе Боже Наш помилуй нас. Аминь. 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 Аминь.